Привет, друзья, с вами Geek. Сегодня поговорим про Swift GPI и что это такое, как это работает, при чем тут Ripple и вообще, что делает Swift с Ripple. В итоге что будет? Первое, Swift GPI. Анонсировали, что тестировали платформу и за 13 секунд был успешный перевод. Тут просто, во-первых, отметим то, что Swift делает исключительно перевод мессенджа. То есть мессендж был отправлен с банка A на банк B в течение 13 секунд. Не так уж гениально, да? Ripple отправляется на децентрализованном леджере и отправляется с помощью X-Current. Отправляется в течение 4 или 5 секунд, но дело не в этом, абсолютно не в этом. Дело в том, что это мессендж, ничего больше. Что изменило Swift GPI? Смотрите, самая большая проблема Swift – это Corresponding Bank и Intermediate Bank. Если вы не знаете, что это такое, смотрите, если я отправляю деньги к своему другу, который находится в другой стране, мой банк напрямую не работает с этим банком, мой банк обращается к Corresponding Bank, который имеет связь с этим банком. Если этот банк немножко вообще в других регионах абсолютно, то в таком случае возможно, что и Intermediate Bank будет использован. И как это будет? Мой Corresponding Bank через Intermediate Bank будет подключиться к другому Corresponding Bank, который работает с этим банком. И каждая идея этих банков имеет конкретную временной лимит. Они не работают в субботу или в воскресенье, они работают вообще после 6, скажем. И перевод, получается, очень затормаживается. Плюс есть тут такое понятие, как Service Level Agreement. То есть, когда ты отправляешь деньги, вот этот Corresponding Bank с твоим банком договаривается на счет перевода, подтверждения перевода. Потом с Intermediate Bank то же самое. И с каждым банком добавляется Service Level Agreement. То есть, вся структура как бы десятилетиями отстала от того, где технология сейчас. Потому что, если, к примеру, даже отправляется имейл, помните это время, когда из Hotmail можно было отправлять письмо только в другой Hotmail? А на другой Mail Service это уже было или невозможно, или нужно было подключаться к другим сервисам. Так вот, ладно. Дело в том, что эта система вся очень устарела. И что делает SWIFT? SWIFT делает GPI. Инновация? Нет, абсолютно. Потому что скажу по пунктам почему, и сам вы поймете. Смотрите, GPI по сути это Cloud, программное обеспечение, в котором уже есть списки Corresponding Banks, Intermediate Banks и возможные Service Level Agreements. И SWIFT GPI добавляет три функции для эффективной работы SWIFT. Первое это Tracking Number. Гениально просто. Да, ты можешь отслежить, отследить свой payment, свой перевод. Трекинг номер. Когда ты сделал перевод, ты получаешь трекинг номер. И все, видишь, твои деньги сейчас в Corresponding A банк, потом Intermediate Bank и так. Кстати, можно там и десятка банков бить до того, как твои деньги дойдут до получателя. Трекинг номер позволяет нам видеть, где наши средства. До этого, не знаю, удивитесь или нет, но такого не было. То есть, как только деньги отправлялись из вашего банка, все, доступы, где они, в каком банке они находятся. Вот вся эта информация, все, нет доступа к этой информации. Удивительно, что вот только сейчас это должно было случиться. Поскольку Tracking Number для посылок, которые мы покупаем из Китая и отправляем куда-то. Сколько лет уже есть такая примитивная функция Tracking Number. Второе, это Service Level Agreements, которое видно. Все, ты видишь, что вот этот банк получил твои деньги, и он, есть договоренность для отправки в следующий банк и все остальное. Третье, самое главное, один из самых главных, это то, что ты видишь fees, комиссии. Сколько комиссий берет этот банк, сколько комиссий берет второй банк, третий, четвертый, пятый, шестой. И сколько будет стоить конвертация. То есть, по крайней мере, какая-то прозрачность и какая-то уже нормализация для переводов с помощью Swift GPI, Swift имеет. Но, в целом, эта система, здесь есть инновации? Нет, конечно же, нет абсолютно никаких инноваций. Это просто минимальные изменения, которые должны были произойти, вообще-то, не знаю, 10 лет назад, как минимум. Да, но мы видим эти изменения сейчас. Но что делает Swift GPI уникальным? Есть какой-то функциональность, что делает его реально уникальным, инновационным? Такого нет. Нужно понять, что Swift, как использовала технологии connections, скажем так, концепцию. Не технологии, это было неправильно. Концепцию использования Corresponding Intermediate Bank, так и продолжает это использовать. То есть, в корне ничего не изменилось. Проблема в корне. Так вот, для переводов, кроме того, что нужно отправлять месседжи, нужно еще и отправлять средства. И для этого Swift тут ни при чем. Swift только отправляет месседжи. А средства отправляются уже с помощью ностро-вострого аккаунта. Если кто-то не знает, ностро-вострого, это можно перевести как «я для тебя, ты для меня». Это когда один банк держит аккаунт на имя другого банка, на валюты несколько валют, разные аккаунты. А тот банк, в свою очередь, держит обратно аккаунты для этого банка. И когда ты отправляешь средства, они пользуются этими ностро-вострого аккаунтами. И самое главное, тут нужно сначала в этих ностро-вострого аккаунтах резервировать средства. Чтобы после, как только перевод был успешно завершен, месседж получил и все такое, все, средства могли были обрабатываться и отправить на аккаунт того или иного пользователя. Но вот ностро-вострого не меняется. То есть проблема, остается огромное количество денег, все равно вот так сидит, не двигается, ждет, чтобы для переводов оно использовалось. И самое ужасное тут, что любая индустрия, которая с сильными темпами масштабируется, этим сферам нужна стандартизация. Без полной стандартизации невозможно развить индустрию по той же структуре и стандартизировался рынок переводов посылок. Мы знаем, что все порты, все корабли, все контейнеры на этих кораблях, все краны, которые обеспечивают добавление и удаление этих контейнеров, все это стандартизировано. Что может поместиться в этом контейнере, какое количество этих кораблей может поместиться в порте, время загрузки и отгрузки, самое главное. То есть, кстати, когда эта модель стандартизации была применена на эту сферу, эта сфера за несколько лет сразу же выросла на 800% оборотов. Понимаете, до этого была каждая компания имела свои корабли разного типа, разной нагрузкой максимальной. После стандартизации все изменилось. Итак, и почему нужна была там интеграция стандартизации в этой сфере? Потому что каждый год увеличивалось количество переводов посылок. И поэтому сфера нуждалась в стандартизации. Что происходит в мире финансов? Каждый год увеличивается межграничные переводы количества. Все время нужно больше и больше в ностро-востро-аккаунтах держать средства. Получается, Swift не решает никакую проблему с GPI, потому что ностро-востро и есть проблема. С каждым годом нужно все больше в этих ностро-востро-аккаунтах держать средства. А что предлагает Ripple? Ripple предлагает самое первое. Да, у нас есть X-Current, та же мессенджерная система, но не в клауд-централизованной, как, к примеру, в Swift-GPI, а децентрализованный Ledger. У нас есть X-Rapid, который использует XRP для того, чтобы осуществлять переводы без уже pre-found, то есть уже существующих денег. Для перевода с помощью X-Rapid XRP не нужно pre-found money, ностро-востро-аккаунты. Объясню это другими словами. Смотрите, когда я отправляю деньги своему другу в другую страну, что происходит? Мой банк, я даю ему деньги, мой банк тут же покупает XRP на эти деньги. XRP отправляется на счет другого банка, в стране, где живет мой друг. Этот банк продает XRP на эксченже, покупает валюту, уже локальную валюту. И мой друг получает вот эти средства. И все это происходит в течение нескольких секунд, максимум минут. Получается, ни ему, ни мне не нужны, ни этому банку, ни моему банку не нужны ностро-востро-аккаунты. А ностро-востро-аккаунты это немало, 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 20 плюс триллионов долларов на сегодняшний день. Представьте, через 5 лет это сколько будет. Через 10 лет, если система не будет меняться. Поэтому решение Ripple, оно комплексное решение. А Swift GPI это просто та система, ламповая система, да, скажем так, которая уже не могла никак выживать. Они просто в эту систему добавили несколько возможностей, чтобы она была быстрая. Вот и все. Давайте пойдем дальше. Что в итоге будет? В итоге будет то, что Swift будет работать с Ripple. Потому что это в его... Это устраивает обоих. У Swift есть клиентура, а у Ripple есть технология комплексное решение. И это не только комплексное решение для ностро-востро-аккаунтов. Это вообще комплексное решение для всей финансовой структуры. Для много чего пригодится. Но конкретно, да, если говорить просто про переводы, тут уже комплексное решение от Ripple. И что делает Swift? Что мы видим? Выходит информация, что Swift будет работать с помощью RT-Coder Network для корпоративных клиентов. RT-Coder Network, мы знаем, что работает с корпорациями. Coder Network использует XRP как Settler. То есть автоматически логично, что Swift для корпоративных клиентов будет использовать для перевода средств, а не месседжинга, будет использовать корда. То есть в XRP ничего не остается, в корда нет другого. Но тут слово «корпоративные клиенты» немножко у вас будет, наверное, вопрос, а как же индивидуальные клиенты. Так вот, Swift не работает с индивидуальными клиентами, это банк работает с индивидуальными клиентами. А Swift работает с банками или другими финансовыми учреждениями. Поэтому у Swift, кроме корпоративных клиентов, ничего больше нет. Но что еще интересное, это то, что в 2015 году Swift и Ripple стали работать совместно с CGI, цель которого, этого co-working, скажем так, Цель которого была то, что с помощью CGI программного обеспечения, внешняя существующая система инфраструктуры Swift, программное обеспечение Swift, будет подключиться к технологии Ripple с помощью CGI. Так что будущее касательно Swift и Ripple, там или же Swift работает с Ripple, и в каком-то промежутке это партнерство выгодно. Но я не знаю с самого конца, что будет. И скажу, почему не знаю. Потому что, да, они могут быть партнером и для... В промежутке они могут быть партнером. Почему? Потому что Swift работает, по сути, с фиатными средствами. Но вот в будущем мы понимаем, что за токенами. И для этого у Ripple есть Interledger, который может работать с любым типом токенов. Неважно, это security токен или UT токен. Любой тип токена может конвертироваться в любой другой тип токена и достичь от продавца до покупателя. Но вот у Swift такой технологии вообще нет. Оно не имеет никакой доступ к этой технологии. Interledger был создан Ripple. Много больших корпораций инвестировали в это, имеют партнерские отношения. А Swift остается с этой стороны, если посмотреть, Swift остается полностью на стороне. Вот поэтому я говорю, что в будущем я не вижу это партнерство как бы в очень долгом плане. Потому что со временем все равно мы перейдем на использование токенов и стейблкоинов. И для этого нам не нужно будет вообще, вообще сама Swift, она не будет нужна. Простое применение, да? У тебя есть мобильное приложение от сторонней компании. Неважно какая. Любая программа, которая обеспечивает переводы на базе XRapid, скажем. И у меня есть. Я клиент, и ты клиент. Все мы отправляем друг другу с помощью этого приложения. Это приложение подключается к ILP. Interledger протокол. И мы вообще можем отправлять друг другу все, что хотим. И стейблкоины, и любые другие токены. В таком случае и Corresponding Banks, и Intermediary Banks. Вообще они все исчезают. Эти понятия исчезают просто. Так, кажется это все касательно SwiftGP. Спасибо. Увидимся.